А потому что у вас переимплантная. Вот. То, с чего мы начали. Почему я говорю, я всегда утомляю вот эти анатомии, потому что это то, с чего мы начинаем. Когда вы удалили зуб, что вы разорвали? Что у вас еще там есть? Лунка. А здесь, если мы удалили перимпланты, то есть. Здесь-то лунки нет. Для чего? Ничего нет. Это дыра в кости, которая должна зарасти. И по тому, как физиологическая регенерация, у нее есть сроки. Это не проститутка. Ее нельзя положить за деньги раньше времени. Извините меня, пожалуйста. Меня просто достали с этими сроками. Почему? Потому что они все... У физиологической регенерации есть, что такое, хорошо, зона после отторжения имплантата. Как она выглядит? Дырка в кости. Давайте, да, говорить. Это костный дефект, включенный, имеющий 3 или 4 стенки. Он благоприятен для замещения. Для физиологической, там будет полноценное, 100% физиологическое замещение костной ткани. Очень должны произойти какие-то супер, какие-то, я не знаю, действия пациента, чтобы там пошел процесс по патологическим, да, пути регенеративному, когда образуется не кость, а костная мозоль, и там суставная ткань вместо кости. То есть мы даже рассматривать ее не будем. Здесь простая ситуация, но срок ее 4 месяца, как минимум. Потому что через 2, когда говорят, что вы придите, а, мы через 2 месяца тут что-то доставим, там соединительная ткань, там фиброзная ткань, вы молодцы, вы все знаете. Нельзя пренебрегать этими сроками анатомическими и физиологическими. С костной резьбой. С костной резьбой, да? Да. Такое тоже было? Да, конечно. Выкрутил. Да, выкрутил и все. Раскрыл на этапе, там, ну... Нет, нет фиброза. Какой диаметр уже есть? Раз, устроить. А если нельзя? А если ширины гребни нет? Мы сейчас говорим только о этапе переимплантитов, который случился до нагрузки ортопедической. Только-только. Вот мы поставили, ждем там сколько-то свои 4, 6, 9 месяцев зависимых ситуаций, в какой-то ситуации. Вы имеете в виду, вы сейчас в переимплантной зоне уже находитесь, да? Вы удалили имплантат, который никуда не прижился, не интегрировался и так далее. Нет, почему он интегрировался? Он выкрутился. У него может быть комбинированное, понимаете, как иногда... Я понимаю, о чем вы говорите. И остеоинтеграция, и фиброзная интеграция. Фиброзная интеграция. Я знаю, что... У одних есть чувствительность, да, при работе, а у других ее нет. Ну, у меня вообще крутишь там, крутишь там, крутишь, он ничего не грабит. Ну, это верхняя челюсть еще. Я понял, о чем вы говорили, что лунка зарастает. Мы про лунку говорили, да. Ну, все этапы должны пройти, формирование носителя тканного комплекса, а потом уже костного. А я говорю, на этапе вот он пришел, у него там, да, вот... Ну, вы это все вычистили, это я уже поняла, да. Ну, у нас же фиброза нет. Просто имплант выкрутил. Так, и что? Так. И ставим обратно новый имплантат. А вам позволяет костная структура? Я же, я не знаю. Я говорю, не позволяет костная структура. Ну, значит, не ставим. Такого же... Не ставим. Вот о чем? Знаете, почему? Потому что, скорее всего, что там уже контоминация микроорганизмов. А на имплантатах, вот по данным Тарноа, и самые агрессивные микробы, которые собираются... Да, они сходят сюда поверхность, чтобы... Да, поэтому там контоминация. Я бы не ставила, я бы не рисковала. А я как вариант... А зачем? Просто я не понимаю, зачем. Какой смысл такую гунку устраивать? Это что, какой-то паровоз у него уходит? Не идите на поводу у пациента. У меня так же, как и у всех, есть этот процент отторжения, да, нормального. Не надо как бы этого стесняться и бояться об этом говорить, это правда. Давайте мы договоримся таким образом. Во-первых, вы абсолютно правы. Это зависит от той ситуации, в которой мы работаем. Если это было тотальное удаление всех зубов на нижней челюсти по причине тяжелой степени парадонтита. Я никогда в жизни не прикоснусь раньше, чем через 4-5 месяцев к этому пациенту. Никогда. Если это одиночный зуб, там какой-то где-то корешок вы удаляли, который на одну треть был в кости, а вы будете заглублять нормально, углублять имплантат, то, в общем, вас это не должно смущать. Вы можете через 2 месяца затянулось, слизистая, пошел там какой-то небольшой регенеративный процесс. Есть еще одна теория на эту тему, она израильская. На самом деле, надо им отдать должное. Это они предложили первые. Почему через 2 месяца? И почему откуда вообще врачи вдруг стали брать эту цифру через 2 месяца? Через 2 месяца наступает определенная активность костных клеток. И считается, что если установить в эту фазу активности имплантат, то вместе с ним одновременно пойдет вот этот вот уже запущенный регенеративный процесс, который происходил после удаления зуба. Но понимаете, это такая как бы карусель, ты можешь в нее не сесть. У всех же процессы тоже индивидуально происходят. Да, и в какую ткань мы поставим этот имплантат, мы не знаем с вами. Если это незрелая кость, молодая, о чем вы говорили, и она небольшой дефект имеет, который она восстанавливала, потому что он быстрее, чем меньше дефект, физиология очень точная. Чем меньше дефект, тем быстрее он восстанавливается. Чем больше дефект, тем больше требуется сосудистой работы клеток, тем медленнее он восстанавливается. Так вот, в этом случае они считают, что установка имплантата, она будет способствовать, она будет дополнительно травмировать, запускать еще больше регенеративные процессы и усиливать уже имеющиеся, поскольку же там же не все клетки одинаково делятся, все одномоментно, иначе было бы взрыв на макаронной фабрике просто. Там есть поступательные какие-то просто процессы, которые запускают каждый друг друга в костной ткани, когда остеозамещение какое-то происходит, или физиологическая регенерация лунги, когда происходит. Поэтому эта методика имеет право на существование. У нее есть действительно научное обоснование, гистологическое. Но, на мой взгляд, это лотерея, потому что мы можем не попасть в нее. То есть, ну, по крайней мере, вот уровень вертикальной клести не предсказан? Не предсказан. Уже вот стенки... Ну, хорошо, вы же делаете всегда томографию, или вы же не ставите портопантомограмму имплантата на доктора, да? Мы же уже... Ну, в этот момент именно вертикальный уровень, и, по счастью, это не видно. Ну, если его... Он не может быть, потому что вы помните, что мы видим вот 30% минерального компонента, а его там еще нету. Да. И вот... Понятно, почему отличается томография в этот период от той клиники, которую вы сделаете, вы разрезали, и увидели у вас там вроде такая живенькая кость. Вы помните, что в этом случае у вас не будет замыкательной кортикальной пластинки нигде. То есть, ваш ориентир, на какой уровень она потом восстановится, и не окажется ли она ниже, чем шейка имплантата? Зачем вам эти риски в угоду ортопедам? Не надо с ними спорить, надо им сказать, сколько надо ждать, и все. Вы отвечаете за свой этап. И вы должны четко понимать... Я еще раз повторюсь, вот если я удалила там какой-то гнилой малюсенький корешок, ну, вдруг я не поставила имплантат, тут же сразу... То есть, я могу удалять, установить туда имплантат, в принципе, через месяц, когда... Тогда вопрос, а в одномоментной имплантации в боковой крови, как вы тогда относитесь? Великолепно, я все время ею занимаюсь. Я очень люблю одномоментную имплантацию. Это структурно, физиологично для организма. И мы используем, мы не наносим травму, когда мы устанавливаем, распилим вот этот остеосклероз, да, мертвая вот эта вот всю ткань, которая годами там была, дентея и так далее, это все сжималось, атрофировалось. А мы прямо вот в эту живую кровь ставим, и вот здесь мы имеем право надеяться, что она все восстановится, зарастет и вообще будет замечательно. Продолжение следует...